Многие дети и взрослые любят кататься на коньках. Археологи говорят, что первые коньки появились примерно 3,5 тысячи лет назад. Наши предки привязывали кости к своим ногам шнурками из веревок или кожаными полосками и таким способом перемещались по замерзшим водоемам. Коньки современного вида были изобретены в Голландии. Кости там заменили на деревянные бруски и вставили в них железные полоски. В Россию коньки привез Петр I из Голландии. Великий император-изобретатель придумал привинчивать полозья прямо к обуви. Катание на коньках полюбилось в России. И, как можно догадаться, слово «коньки» произошло от слова «конь», потому что русские мастера делали на лезвиях фигуры коньков, которые уносили катающихся вдаль. В Губкинском музее освоения Севера хранится интересный экспонат. Коньки детские «Снежок». Коньки крепились к обуви двумя кожаными ремешками. Такие коньки были очень удобными, потому что размер менялся, и цена их была относительно недорогой. Такие конечки стоили в советское время 2 рубля 30 копеек, и производил их московский завод «Спринт». В свое время этот завод носил название «Завод коньков номер один». Название, конечно, говорит само за себя. Завод и по сей день существует в Москве и производит различные металлические изделия. Продолжение следует...